Дорогие братья и сестры, я сердечно приветствую всех. Предлагаю место священного писания, Псалом 1. Псалом 1, с 1 стиха. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, кто посещает вот последние собрания в пятницу, братья ведут разбор слова, послание к ефесянам. И последние, мне кажется, два или три разбора было сделано такое ударение, что Господь поставил там апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей для созидания церкви. И там написано в такие слова для того, чтобы нам прийти в мужа совершенного, в полную возраст, мужа Христова. То есть, я понимаю, это ступеньки возрастания вверх. Ну, что-то наподобие, как Иаков когда-то увидел лестницу, и там восходят ангелы. Это путь нашего духовного возрастания. Когда я бываю часто вот здесь, в гостях у тех братьев иститюр, ну, своих детей, которые имеют свои дома. Что интересно, заходишь вот в вестибюль, первый этаж, а потом так лестница идет вверх, да? Это на второй этаж. А рядом двери, и лестница идет вниз. Опускаемся в подвал. Так вот, братья и сестры, если в пятницу мы рассматривали вверх лестницу, то сегодня я предлагаю вот это местописание, оно показывает лестницу вниз. Обратите внимание, блажен муж, который не ходит, не стоит, не сидит. Это постепенно это такое. То он идет, то он остановился, а потом он сел. Это все вниз. Сегодня мы будем говорить только о первой части. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Я бы хотел обратить внимание, братья и сестры, что такое нечестивый. Слова русского языка говорят «греховный», «порочный». Тесное общение с порочными – это наше вхождение на совет нечестивых. Братья и сестры, мы порой не замечаем этого, но в своей жизни часто с этим соприкасаемся. Почему идут люди, я обращаю внимание христиан, на совет нечестивых? Первое, братья и сестры, потеря бдительности. Бдительности. Вот мы идем, все нормально. В Библии есть очень интересный такой пример, который мы можем прочитать в первой книге Паральпоменон, 18 глава с первого стиха. Слушайте. И было у Иосифата много богатства и славы. Слушайте. И породнился он с Ахавом. И пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота, мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним. И склонял его идти на Ромов Галатский. И говорил Ахав, царь израильский, Иосифату, царю иудейскому, пойдешь ли со мною в Ромов Галатский? Тот сказал ему, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ. Иду с тобою на войну. Братья и сестры, я хочу пояснить немножко для тех, кто не знаком. Это два царства, израильское северное и южное иудейское. В израильском царем был нечестивый царь Ахав, а в иудейском южном был благочестивый царь Иосифат. Это один таких благодатных царей. И вот обратите внимание, кто не ходит, пошел Иосифат в гости к Ахаву. И обратите внимание, что там случилось. Я хочу обратить внимание, когда мы идем на совет нечестивых, не всегда это угодно Господу, после всего этого, когда уже, братья и сестры, этот поход на войну принес такие результаты. Сам Иосифат чуть-чуть был не поражен, Ахав в этом битве был убит, потерпели поражение, и когда они возвращались, вышел один из пророков и сказал Иосифату, «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господа». Обратите внимание, благочестивый царь очень хорошо поступал, имел кругом благословение, и то, что написано, имел богатство большого и славы, это было благословение. Но вот он пошел на совет с нечестивым. Второе, друзья, я хочу сказать, Давид выводит такой вывод, «Буду я наблюдать за путями моими, буду обуздывать уста мои, слушайте, доколе нечестивый предо мною». Я хочу это положить сегодня, братья и сестры, мы живем в стране благословения, в стране, где, ну, это богатейшая страна мира. И обратите внимание, Давид, который достиг царского престола, и он видел благословение Израиля, Давид и Соломон, это высшая точка израильского царства, высшая. Выше этого Израиль больше не поднимался, и только он имеет обетование, что он поднимется когда-то выше, когда придет Христос и установит царство тысячелетнее на земле. Так вот, обратите внимание, пока нечестивый предо мною, Ну, братья и сестры, я приведу такой пример. Я как-то приехал там к сыну своему Массачусетс. Он сейчас живет там в лесу, и он мне показывает на телефоне фотографию, и прям медведь идет. Медведь идет. Утром встаем, он там расширил все кругом, на другой день снова. И они говорят, дети, не выходите. Не ходите без нас никуда. Опасность. Медведь ходит. Он первую ночь пришел, вторую, потом они днем засняли его, гуляют, рысь приходит. Пока нечестивый предо мною, буду обуздывать уста мои, потому что есть возможность соприкосновения, друзья дорогие. Далее мы смотрим с вами страх перед опасностью ведет к нечестивым. Я не хочу это читать. Есть такое место священного писания. Второй царь, Асса, между прочим, он был перед Исофатом. Исофат научился святости, чистоты именно от отца своего, от Ассы. И вот Асса, когда он был царь Южного Иудейского царства, и вот в Северном был Ваасса, и он решил пойти войной на Южное царство, то есть евреи против евреев. Это было такое смутное время. И когда сообщили Ассе, что на его идет войско вот Северного Израильского царства, он прибег такой, он собрал все серебро в храме, в доме и послал сирийскому царю в Винодаду для того, чтобы он расторг свой союз с Северным царством и заключил. Сирийский царь, он был очень такой человек, свойственность ему было искать где больше выгоды. И он увидел это богатство, которое ему принесли, и он разрушил свой союз с Васей и заключил. Помог Ассе. Братья и сестры как будто правильно поступил. Но проходит время и пророк сказал Ассе, за то, что ты не надеялся на Господа, а пошел к нечестивому царю, за это отныне у тебя будут войны. Братья и сестры, поход к нечестивым. Я хочу сегодня обратить наше внимание часто к нечестивому. Мы относимся, или идем к нечестивым из чувства зависти. Зависти. Ну, почему у них так все хорошо? У нас есть такое место Священного Писания, если мы откроем Псалом 72, там говорит некто Ассав. Он говорит, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Вот, братья и сестры, представьте, этого благодатного человека, который ходил пред Богом Ассав, много у его петь здесь гимнов, псалмов, книги псалмов, и вот он посмотрел на окружающих нечестивых людей и позавидовал, почему я так не могу жить? Братья и сестры, не бывает ли у нас этого, что мы берем эти признаки благополучия нечестивых, нечестивых, чтобы нам немножко разобраться, ну, как это может быть, я хочу поставить такой вопрос, что значит практически ходить на совет нечестивых? Я хочу разделить вот на наши возрасты, начиная с подростков. Библия называет отрыки, я пишу вам отрыки, Иоанн говорит, это такие подростковые периоды, когда наши дети учатся с пятого, потом по восьмой, десятый класс, и потом они переходят в юношеский возраст. Так вот, братья и сестры, я обращаю внимание в отрочестве, когда дети такие, им по двенадцать, тринадцать лет, десять, тринадцать, до пятнадцати, юноши и девушки, у них есть склонность идти на совет нечестивых. Каким образом? Ну, прибегает соседская, а мама христианка, папа христиан, христианин, в доме порядки христианские, и родители внимательно следят за своими детьми. А соседский мальчик прибегает, говорит, что же, идем, там вот парни будут, погуляем, идем. Да, мама не пускает, да ты скажи, вот уроки будем учить. Братья и сестры забегают, мама, мы пойдем вот туда, там уроки. Ну, мама так, ну иди. Я почему это говорю, братья, в моей семье это было так, я встретился с таким моментом, у меня один сыновей начал такой, ну, шаловливый, или, как говорят просто, немножко был в июле, в отрочице, шалопай. В субботу не учились, он в субботу встает, говорит, папа, мама, я иду металлолом в школу собирать. Ну, металлолом, надо, иди. Одну субботу он металлолом собирает, второй, ну, думаю, смотри, какая школа, дети работают, а потом проходит, моя жена пошла вот на классное собрание, и что-то там разговорились, педагог говорит, он говорит, ну, вот это было, когда мы металлолом собирали, жена моя говорит, а учительница говорит, какой металлолом? Ну, вот вы же собирали посуду, да никакого мы с металлолома не собирали, братья и сестры, когда пришли, вот мы теперь, ну, какой металлолом? Друзья, не бывает такого с нами? Я хочу сказать, друзья, личность моей жизни, когда я был в отрочестве, ну, лет так, девять, десять, это деревенская жизнь, тогда не было компьютера, мы не знали, что такое телевизор, единственное, круглое радио день и ночь гудело, говорило о красивой жизни, вот это все, но всегда в селе был клуб, кино показывали, мне же сильно хотелось в кино попасть, я еще был не обращенный, вот бежу туда, благо у нас жил киномеханик, он на квартире у нас жил, он меня пропускал бесплатно, вот братья и сестры, я помню, вот прошло, может быть, больше семидесяти лет, я вот привегу на толпа, а как раз это воскресенье, собрания идут люди, и я там прячусь, чтобы меня не заметили, я же в христианской семье, отца не было, мама верующая, я прям, а потом юрк туда, ну все, братья и сестры, это совет нечестивых, как-то помню, пришел мне, это было в Чемкенте, отец, он сильно горько плакал, они недалеко от нас жили, христианская семья, он плоповедник, трудится, пришел, говорит, ну что делать, моя дочка, подросток, ворует деньги, досмотры соседских, у христиан тогда были большие семьи, у христиан не было такой возможности много кушать мороженое, ходить где-то развлечения, конфетки, а у соседских нечестивых людей, это была возможность, и они говорят, да ты, в кошелек загляни, ну возьми там пятерку, никто не заметит, она раз взяла, второй раз, а потом стала постоянно заглядывать в кошелек, и вот когда отец этого узнал, он ее сильно побил, и после этого приходит ко мне, сам плачет, сокрушается, он чрезмерно сделал наказание, братья и сестры, это совет нечестивых, я обращаюсь к подросткам, как вы это, нет ли у вас таких советов с нечестивым, вам обязательно найдутся в школе, подскажут, что нужно сегодня смотреть, и где найти это, это совет нечестивых, юноши и девушки, я обращаюсь к вам сегодня, вас приглашают провести весело время в компании, это уже, знаете, такой возраст 18, ну 17, 20, это уже вы немножко самостоятельны, вы уже знаете, что имеете право, вы уже услышали о том, если что, можно в полицию позвонить, вот нам папа с мамой не раз... вы уже знаете, живете в этой стране, и в то же время это папа и мама, это родители, вы еще не можете так, а потом у вас есть какой-то страх, вы все в собрании, может быть, вы уже покаялись, может быть, вы сидите вот так вот поете, и вдруг тогда соседская девочка говорит, да ты скажи, ко мне пойдешь, вот подружки, и она подходит, мы пойдем к подружке, ну подружки, школьные, иди, братья и сестры, это совет нечестивых, нечестивых, я хочу сегодня продолжить, нам предлагают попробовать наркотик, как это интересно, вы понимаете, какой вот такой резонанс в сознании, да ты будешь на третьем небе, и мы тайно это делаем, как-то мне одни родители здесь в Америке говорят, они говорят, придет, я гляну на него, я уже по глазам вижу, что-то не так, ты что, ты где был, все нормально, что тебе глаза, да голова сильно болит, да не голова болит, он пошел на совет, нечестивый, он попробовал, и правда интересно, братья и сестры, мне однажды рассказывал о человеке, молодой, как он прирастился к алкоголю, к алкоголю, это просто на дне рождения, как кого-то из домашних поставили, и тогда отец говорит, ну давайте все выпьем, и мне, я попробовал, мне не надо, пей, пей, сегодня день рождения, я выпил, и потом настолько прирастил, к этому, все мое желание, я стал алкоголиком, я хочу сказать сегодня, братья и сестры, вот мы сидим здесь так благодушно, нам здесь хорошо, мы здесь отдыхаем, наши дети рассказывают, поют, мы радуемся, мы славим, благодарим, а ведь не все не здесь, а ведь где-то кто-то, бродит по районам этого мира, а может быть кто-то сейчас сидит в тюрьме, это совет нечестивых, ходит на совет нечестивых, я хочу обратить внимание, нам в школе кто-то предложит, или может уже не в школе, а в колледжи, более таких, мы уже приобретаем какую-то профессию, нам скажут, а ты смотрел парносайт, ой-ой-ой, как там интересно, как-то на одной молодежной конференции, ко мне подсел, он, между прочим, выступал, и говорил об этом ужасном состоянии, после мы с ним говорили, он рассказывал, как это затягивает, начал с малого, а потом настолько увлекся, к этому времени он уже покаялся, и он призывал молодежь остановиться, братья и сестры, может быть, и все это делается тайно, я немножко привожу такой пример, как мне порой рассказывают, нам кто-то дал очень такую, сногсшибательную книгу, уж там так написано, что спать не будешь, доченька, лесонок эту книгу, ну смотри, родителям не показывай, смотри, не говори родителям, это наши подруги по учебе, или по работе, и мы пришли, все нормально, помолились с родителями, покушали в свою комнатку, а мама то заглядывает, смотрит, смотрит, а я знаю, мама заглянет, я книжку под подушку, Библию в руки, мама глял, Библию читает, мама так довольна, ну молодец, сынок, доченька, Библию читает, только мама закрыла дверь, успокоилась, пошла спать, Библию на стол, под подушкой книгу, и до трех часов ночи у меня все горит, все будоражит, братья и сестры, это совет нечестивых, блажен, кто не ходит на совет нечестивых, я хочу обратить внимание, друзья, сегодня много говорят о компьютерных играх, это настолько приковывает, настолько притягивает, это настолько невозможно оторваться, но это совет нечестивых, и сегодня родители не знают, что делать, у каждого компьютер, люди не могут без компьютера, потому что вся учеба и работа на компьютере, и братья и сестры, как-то в этом, в газете я такой, каликатуру про юмор, сидит семья, кушает, мама, папа, и двое, или трое детей, и что главное, они сами жужжут, ну каждый в телефоне, они в этой, они не слушают друг друга, у них все в телефоне, они заняты этими играми, играми, как-то один маленький, близкий нам, я говорю, он приходит к нам домой, игрался с детьми, я говорю, а папа что делает? Он говорит по компьютеру, футбол играет, был проповедник, он футбол играет, братья и сестры, это идти на совет нечестивый, я уже не говорю о том, добрачно и нецеломудрие, приглашение к преступным делам, я советую молодежь, почитайте притчи первую главу, там написано, вот эти группировки, которые занимаются преступлением, они говорят, хорошему юноше, идем с нами, с нами, вот будешь жить, склад один будешь, поровну будем делить добычу, сегодня утром было напомнено об этом, это все совет нечестивый, я перехожу к супругам, молодые супруги, это тоже ты, мы можем идти, я хочу сказать, христианская семья, супруги, это тайна за семью печатями, и порой братья-служители могут узнавать только тогда, когда там случится катастрофа, когда там что-то пойдет не так, оно непременно пойдет, потому что это совет нечестивый, я хочу сказать, я хочу сказать, написано, брак у всех, да будет честен, и ложа непорочная, вот что там происходит между супругами, сегодня нам современное общество, особенно телевизор, компьютер, интернет, он дает море всяких советов, и когда молодые люди, супруги берут это на вооружение, это совет нечестивых, нечестивых, неверность, я хочу обратить внимание, конфликты между супругами, если я правильно помню, в этом Массачусетсе приняли на членском собрании, если кто-то из супругов в момент конфликта обратиться к полиции, тех ставить вопрос об исключении с церкви, сегодня это очень, если нужно жене освободиться от своего мужа, она вызвала по телефону полицию, быстро приехали, я знаю таких несколько случаев, был года три, я на том берегу, вспоминаю, подошел ко мне один молодой человек, он раз подошел, второй раз подошел, он ищет помощи, я говорю, ну чем тебе помогу, он говорит, жена вызвала полицию, мне сказали, на сто метров не приближайся, как только придешь, арестую, верующие все, и жена, и муж, все верующие, братья и сестры, когда случается, вот в 6 главе 1 послания Коринфянам, там написано, как смеет кто у вас иметь, и судиться у неверных, когда мы идем к неверным, к нечестивым, это совет к нечестивым, я обращаю внимание к родителям, друзья мои, я просто иду вот по таким, главная задача у родителей воспитания детей, я думаю, вряд ли есть такая семья, семья, где бы родители не переживали за своих детей, где бы родители не плакали, не стонали, вот братья и сестры, у нас уже с женой этот этап прошел, но я вам свидетельствую, часто лежа на постели, я начинаю вспоминать, Господи, где я мог дать недобрый посев для своих детей, я хочу проверять и просматривать, потому что где-то я могу зайти на совет к нечестивым, на совет к нечестивым, простой пример, братья и сестры, пятница, собрание, а я глава семьи, я строю воспитание, стратегию воспитания детей, я хочу сказать, братья и сестры, наша стратегия христианская, она заключается, знаете, в чем? Семейная молитва, чтение Библии, посещение собраний, я вижу в этом основное направление родителей, основное, чтобы приучить детей молиться, чтобы они полюбили Слово Божие и чтобы они бежали на собрание, бежали на собрание. Я вспоминаю, братья и сестры, в нашей семье, когда они еще были маленькие, вот первый мой сын, первенец, у него одно время появилось такое, не хочу на собрание, ну, не хочу. Вот, братья и сестры, мы стали в тупик, но в чем причина? Наказать за это нельзя, мы сильно много молились, сильно много молились, пока этот нарыв прошел, сегодня он пресвитер церкви, и мы радуемся. Я хочу обратить внимание, в чем это, вот представьте, пятница подходит, я отец, прихожу с работы, я говорю, сегодня будем что-то делать, ну, ремонт вот этой комнате. А кто-то из детей говорит, а сегодня же собрание. Я говорю, нечего сегодня там тебе делать, там будут, знаешь, полкалеки, как мы выражаемся, дедушки да бабушки, будем работать. Братья и сестры, это совет нечестивых, мы тушим или гасим в юном сердце стремление к собранию. Я хочу просто поделиться опытом. Вот в этом вопросе у нас девять детей. Мы жили в Казахстане в самые тяжелые годы. Постоянно нехватка. Казачки, голода мы не испытывали, но постоянно нехватка. Говорит о том, что колбаса, масло, там это конфеты, это исключено. Но мы жили, но мы положили в сердце дома, есть ли сегодня собрание, среда, суббота, два раза воскресенье. Никакой работы. Братья и сестры, у нас был небольшой участок, нам очень трудно было поливать, и вдруг, когда мы собираемся в среду на собрание, сосед говорит, водичка есть, будешь поливать. Вы знаете, как хочется остаться, сказать, дети побежали, не пойдем на собрание. Раз был такой момент, ну, вот молодое поколение даже не представляет сегодня. Сегодня нам надо картошку, мы поехали в магазин, взяли, такой и хватит, нам больше не надо. На неделю пришли, снова взяли. Тогда такого не было. Нам надо осенью заготовить несколько мешков картошки на зиму. В магазине не будет ее. И вот ищем. На базаре очень дорого, а порой в это время в магазин привозят картошку. И вот мы как-то в воскресенье утром все делись, выходим, идем на собрание, идти надо несколько до автобуса, потом, ну, порой мы пешком, это четыре километра, проходим мимо нашего магазина, подъезжает машина и сгружает картошку. Дети, папа, картошка! Вот как сейчас это помню, это я должен решить. Я понимаю, я останусь без картошки. У меня девять человек детей, их каждый день надо кормить. и они все смотрят на меня. Братья и сестры, тяжело мне было принять решение. Я сказал, пойдем на собрание. И после мы шли все такие унылые. И я унылый, переживаю, дети вот сюда, они тоже переживают, картошка мыла, они же знают, что мы об этом молимся. Пришли на собрание, как мы потом молились, Господи, я, Господи, ну, я не знаю, что. Братья и сестры, Господь испытывает. Когда мы уже потеряли всякую надежду приобрести картошку, помню, где-то мы уже спать ложились, вдруг, звонок, выбегаю, брат приехал, вот сидят вот из Вановки, брат Вальтер на машине приехал, это мой друг, подъезжает, картошка тебе нужна, я вот так смотрел, говорю, Вальтер, ты что спрашиваешь? Братья и сестры, что Бог сделал? Он говорит, я ехал с работы, вот что-то еду, потом, Николая, наверное, нет, он жил в селе, я живу в городе. Он говорит, и он сел на машину, проехал 70 километров, там был военцовхоз, где сажали картошку, и где она была очень дешевая, купил несколько мешков картошки, и ночью привозит мне. Вот, братья и сестры, если вы поняли, насколько сердце наше ликовало, Бог решил эту проблему, братья и сестры, очень важно не идти на совет нечестивых, потому что дьявол подскажет, зачем тебе собрание? Сегодня мы так поступаем, сегодня родители, мы упускаем воспитание своих детей, мы проучаем, что в пятницу там нечего делать, во вторник там вообще пусть, а там кто не работает, пусть приходят, вечером тоже посмотрите, я обращаю на это внимание, матери, сестры, наверное, братья, ну, мы старые люди, я обращаюсь помоложе, когда вы собираетесь на собрание, что происходит в вашем доме? братья-мужчины, раз-раз рубашку, одел костюм, все, ну, готово, а жена говорит, да ты что, я только начала собираться, и уже там идет собр, и уже мужа тут, ну, подожди, что ты хочешь первым? Братья и сестры, обратите внимание, я хочу обратиться к сестрам-матерям, матерям, вы чаще читаете 31 главу притчей, там показана жена, которая так, и читайте Титу 2 главу, там сказано, что жена должна устроить домашний быт, в котором должна быть чистота, доброта, попечительство, целомудрие, покорность мужу, вот, братья и сестры, это слово Божие, оно дает, и когда матеря занимают эту позицию, порой случают такие моменты, сыну надо куда-то идти, он подходит, папа, мне надо туда пойти, а папа думает, а сейчас там мама поднимет, иди к этому маму спроси, если разрешить, то езжай, почему, да мама капитан, у нее и руль в руках, братья и сестры, сестры дорогие, это совет нечестивых, старцы и старцы, вы никогда не задумывались, пожилый возраст, почему написано, старцы должны быть здравы, в вере, в любви, в терпении, старцы, чтобы не были клеветницы, не пьяницы, братья и сестры, это имеет значение, я хочу обратить внимание, не так давно, мне пришлось быть в одной церкви, и был в одном доме, близкие нам друзья, очень близкие, мама их недавно умерла, и они сидят вот так, христиане, у них теперь свои дети, они даже есть маленькие внуки, и вот что-то разговорились о преклонных годах, и они рассказывают, наша мама заболела, ей было уже за 80 лет, и для того, чтобы создать, ну, к себе особое внимание, она неожиданно говорит, вызывайте скорую помощь, мне очень плохо, они говорят, ну что, мама, может быть, давай на машине, нет, нет, только скорую помощь, ну, мы вызываем скорую помощь, подъезжает скорая помощь, повезли ее туда, все проверили, говорит, все нормально, у нее ничего нет, она возвращается, довольная, на другой день на собрание, к ней подходит, она говорит, вчера скорую помощь мне вызывали, и ахает люди, и так она повадилась постоянно, вызывать скорую помощь, и скорая помощь уже негодует, ну, что делать, а мы, говорит, тогда решили немножко солгать, мы сказали, мама, скорая помощь сказала, если еще раз вызовете, будете платить за этот вызов, сразу прекратилась, скорая помощь больше не нужна, это братья-сестры болезнь старости, хочется, чтобы на меня обращали внимание, я вам скажу по секрету, я этим не страдаю, вот когда кончается собрание, обратите внимание, как дедушки, бабушки старые выходят, они никому не нужны, молодые между собой общение счета, они идут, идут, никто к ним не подходит, они тогда создают себе, я хочу сказать, дорогие братья и сестры пожилые, это наш удел, когда мы подошли к этому рубежу, и когда мы что-то начинаем делать, это совет нечестивых, я обращаю на это внимание, мы должны завершить свою жизнь в страхе Господнем, у нас уже впереди вечность, мы уже потеряли здесь все, и нам это неинтересно, поэтому поможет нам Господь. Следующий вопрос, как контролировать свое сухождение, кто не ходит, вот я хожу куда-то, обратите внимание, «Наблюдай за ногою Твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слышанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Мы идем в собрание. Братья и сестры, о чем мы думаем? Юноши, о чем вы думаете? Вот бы, если плена на меня посмотрела. К примеру, да. А Лена думает, я сейчас еще немножко тут уберу, явлюсь. Я знаю такой пример, там у нас в Казахстане, это я свидетель, потому что мне пришлось в этом немножко разбираться. Вышел такой приятный юноша, он сейчас женатый, семейный, он встал, а девушка к нему, видно, имела виды. Она подошла поближе, стояла, стояла, он занят собой. Она говорит, «Ну, что ты стоишь?» Он такой, «А что тебе надо?» Ну, такой, и мне сказали, я подошел, «Что такое?» «Ну, а что он стоит?» «Ничего не говорит, и стоит». Я говорю, «Ты стоишь, и он стоит». Вот, братья и сестры, даже эта сестричка, потиляра, разумение, она хотела обратить его внимание. «Я, когда мы ходим, идем в Дом Божий, наблюдай, что ты думаешь, для чего ты сюда пришел, как мы одеваемся, какая цель?» Обратить на себя внимание часто, чтобы нас посмотрели, чтобы кто-то ахнул, вот это красавица. Друзья мои дорогие, я обращаю внимание, и так смотри, «Где ходить?» «Как ходить?» «Перед кем ходить?» «Где ходить?» Пророк Исаия с горечью восклицает, «Не хотели ходить они путями Его, и не слушали закона Его», Исаии 42, 24, «Не хотели...» Это Израиль, это Божий народ, это тот народ, который имел обетование, они не хотели ходить. Кто не ходит на совет нечестивых? Иисус как-то сказал, «Кто ходит днем, тот не спотыкается, а кто ходит ночью, тот спотыкается». Братья и сестры, когда у нас какая-то неверная задумка, когда мы идем на какое-то не весьма хорошее дело, мы что делаем всегда? Мы всегда так. Раз, раз, никто не видит. У нас первое это, чтобы не заметили. Я иду на какое-то, может быть, никак не могу забыть, вот в наше время среди молодежи. Ну, братья и сестры, вот мы жили в то время, когда не было ничего вот такого, как у вас, у каждого, знаете, сейчас вы откроете, там у вас вся информация, у вас компьютеры. И порой молодежь тянулась в клуб, кино посмотреть. Там не танцы, это не... А вот кино посмотреть. И были такие моменты, несколько человек сговорятся и побежали. Вот братья и сестры, что самое главное, они только оглядываются, чтобы их не заметили там. Они об этом переживали. Я знаю такой случай, небольшая группка там сестер, несколько подружек, они прибежали, купили билеты, проскользнули туда. Сели, говорят, ну-ка, теперь спокойны. И сидят в ожидании. А вдруг впереди обворачивается соседка одних из этих девушек и говорит, а вам что, можно ходить в кино? Их как жаром обдало. Они, правда, вышли оттуда, прибежали домой и упали на колени. Кто не ходит на совет нечестивых? Порой мы, братья и сестры, ищем эти пути. Я сегодня хочу, как необходимо ходить. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно. Трудно придраться к этому человеку. Трудно что-то в нем найти. Он ходит в непорочности. Посмотрите, молитва царя Езекия, когда ему пророк Исаия от имени Господа пришел, и говорит, сделал завещание, ибо ты умрешь. И он, написано, отворотился к стене и сказал, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». Братья и сестры, мы можем так помолиться? Вот сейчас нам предстать молиться. Мы можем так? Я ходил пред лицом Твоим с преданным сердцем непорочно. Если я могу так помолиться, братья и сестры, это надо высота, это надо по лестнице вверх, идти, не вниз, не в подвал, не в погреб. Поэтому сегодня это очень важно. Слово Господне дает верный совет Михея 6,8. «О человек, сказано Тебе, что добро, чего требует от Тебя Господь действовать справедливо, любить дела милосердия и смирно-мудренно ходить пред Богом Твоим». Пред Богом. Пред кем ходить? Пред кем мы ходим на этой земле? Нет, не здесь, в собрании. Здесь вид такой, что мы все пред Богом. Хотя Бог проникает в сердце. А вот, когда мы выйдем отсюда, пред кем мы ходим? Дома, в магазине, на работе, в колледже, где мы... Пред кем мы ходим? Давид говорит, «Око Твое всегда надо мною». Всегда. Пред кем мы ходим? Написано, «И ходил Енох пред Богом и не стало его». Братья и сестры, это то, что мы ожидаем. Мы хотим, чтобы Господь забрал нас. Мы, старые люди, уже просто тяготимся этим. Мы говорим, «Господи, доколи? Мы хотим уже домой». написано, «И ходил Ной пред Богом и Господь сказал, «Тебя одного увидел я праведного пред Собою». И обращаю внимание, пред кем мы сегодня ходим, роковая опасность идущих на совет нечестивых. Кто мимоходом идя христианским путем и сделает небольшой поворот, небольшой зигзаг. Вот почему Иоанн Креститель сказал, «Кривизны выпрямите и неровные пути делайте прямыми». Мы их делаем кривые. Мы идем на совет нечестивых. Есть такой момент, когда в Бытие 49 глава там Иаков дает сынам своим благословение. Нам это сегодня непонятно. Мы не знаем, чтобы родители вот так собрали детей и пророчески дали, а тогда патриархи это делали. Вот представьте, 12 сыновей сидят. Там, когда Господь дает Иудии, тебя восхвалят братья твои, из тебя произойдет примиритель, понимаете? Потом там он дает благословение Иосифу, такое благодатное, и вдруг он доходит Далевия и Симеона и говорит «В совет их да не внидит душа моя и к собранию их да не приобщится слава моя». Это самое страшное было. Это не благословение, а пророчество, потому что они совершили страшное дело. Они взяли мечи, ворвались в город и убили всех жителей, разграбили этот город. Иаков промолчал, он не смог, но прошли годы, годы прошли, может быть, 20 лет, там на небе это не забыто, и вот Иаков дает такое благословение, кто не ходит на совет нечестивым. Написано «Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду». Я сегодня хочу закончить на этом и сказать, братья и сестры, вот то, что написано в первом псалме, кто не ходит на совет нечестивых, это первая ступенька вниз. Дальше мы будем говорить о второй ступеньке и о третьей. Я хочу обратить внимание, чтобы мы сегодня проверили себя. Это касается абсолютно всех возрастов. Может быть, в какой-то мере это больше касается молодых, потому что Америка это страна безграничной свободы, и наша молодежь ее шатает. Это касается семей, сокрытой тайны, это касается среднего, это касается старости. Вот братья и сестры написано, они в старости плодовиты и сочны. Всегда ли так? Всегда ли так? Есть украинская такая поговорка шомалет то старе, одинаково, то есть теряет человек соображение. Это то, что приходит, когда мы ходим на совет нечестивых. Поэтому сегодня я повторяю это место священного писания блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Пусть Господь нас благословит в этом, братья и сестры. Это Слово Божие, это наша проверка, это наше зеркало, это заглянуть вглубь себя, как со мной это происходит. Да поможет нам Господь это Слово в сердце Твое, сложил я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Утром мы с вами слышали, пусть это Слово сегодня говорит нам Аминь. Помолимся, братья и сестры. Аминь.